На страже более тысячи километров границы. С 1 октября в Самарскую таможню войдут еще две – Оренбургская и Ульяновская. Как в условиях трех регионов будут работать таможенники, узнала наша съемочная группа. Такое объединение таможенников первое в стране. Единая компьютерная база позволит объединить ресурсы трех регионов и ускорить процесс работы. Пресекать попытки провоза сомнительных товаров в регионах теперь будут более 900 сотрудников. Увеличится и число постов контроля с пяти до шестнадцати. Главные службы будут размещаться в Оренбурге и Самаре. Они как были, в Оренбурге была служба, так она остается, в полном составе. Там есть также отдел контроля с завозом ворот товаров, причем он даже больше, чем у нас, в Самарской. Таможни, вернее, таможни будут уже объединенные, поэтому, конечно, они в полном рост работают и будут продолжать работу. Вот предприятия все известные, все мы знаем. Но учитывая то, что как это все произойдет, посты все останутся на местах, они все знают. Там начальники постов, там тоже, говорится, люди серьезные, с опытом, все свои участников знают. У нас же весь такой привоз в федеральный округ, он же спокойный. В Самарской области по результатам 2019 года было выявлено 153 тысячи контрафактной продукции, уничтожено более 30 тысяч подпольной одежды и обуви. Мобильные группы проверили более 2500 транспортных средств, самолеты, машины и грузовики. Таможники вместе с Российхознадзором изъяли 100 килограмм сыра из Италии, Франции и Финляндии, 144 килограмма утиной грудки, 199 килограмм украинских конфет и 25 тысяч упаковок с неизвестными таблетками, ампулами, в составе которых обнаружили сильнодействующие вещества. Возбуждено уголовное дело, медицинские препараты изъяты. На особом контроле трех регионов границы России и Казахстана. Работы, конечно, станет намного больше, потому что и количество мобильных групп вырастет, и протяженность границ, которую будет Самарской таможенной контролировать. С республикой Казахстан, соответственно, и работы для службы таможенного контроля. Объединение трех таможенных служб никак не затронет работы предпринимателей, возящих товары из-за границы. Юридические отделы, с которыми им приходится сотрудничать, останутся на прежних местах. Валерия Куценко, Василий Колдашов. События.